Забыла, расскажи, как давно занимаешься вокалом? Я занимаюсь вокалом пятый год. Вот в декабре этого года будет пять лет, как я занимаюсь вокалом. Расскажи о последних своих достижениях. Совсем недавно я приехала из Москвы. Я была на конкурсе, международном конкурсе «Серебряный голос». Как ты к нему готовилась и какой репертуар ты исполняла? Готовились мы очень тщательно со Светланой Михайловной. Светлана Михайловна мне готовила. Подбирали репертуар, который подходит мне и очень сложный. «Колыбельная» Чайковского и «Московские огни» Дунаевского. Это был конкурс посвящен русской музыке. И мы решили выбрать именно эти произведения, русскую классику. Как жюри оценила тебя? Я им очень понравилась. У меня гран-при. И скольки участников? Участвовала в общем 280 участников. На второй тур прошли 141 участник. И вот из этого количества человек у меня было гран-при. Я очень рада. А как ты думаешь, за какую именно песню тебе вручили гран-при? За обе. За обе, да. Так не бывает. Да, оценивают всё. И как ты стоишь, как ты ведёшь себя. И тембр, и дикция, чистоту, интонация. Вокальные данные и технику вокальную. Да. То есть всё оценивают, и они ничего не пропускают. Они за всем следят. Это, конечно, очень тяжело. Расскажи, что ты чувствовала, выступая перед такими асами своего дела? Переживала? Сначала я вообще не переживала. Когда приехала, нас так тепло приняли. У меня не было вообще никакого переживания, ничего. Перед конкурсом, конечно же, у меня началось волнение небольшое. Но меня всегда поддерживали моя вторая семья. Вот. И поэтому как бы мы вместе справлялись с этим. На галоконцерте тоже было очень много переживаний, так как мы до последнего не знали, что у меня гран-при. То есть никто из участников не знал, какие у него результаты. И сказали в самом конце, меня объявили, что у меня гран-при. И после этого мне нужно было ещё спеть. Это было очень тяжело. Собраться. Я не знаю, как мы собрались, Влада Вячеславовна, но это просто... У нас и слёзы были на глазах. И это классно. Это непередаваемо вообще. Есть ли у тебя в планах готовиться к какому-то другому конкурсу либо уже к выступлению какому-нибудь? Ну, выступления у меня постоянно. Очень часто у меня бывают выступления. А к конкурсу пока нет. Я буду сейчас учиться. Расти надо, расти ещё дальше. Потому что если постоянно выступать на конкурсах, никакого нет, в принципе, развития. Совершенно большой перерыв, да? Да. Мне нужно сейчас готовиться уже к поступлению. В следующем году я буду поступать. Поэтому я сейчас буду учиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова